Трудовым мигрантам в Саратовской области больше не придется ходить по разным инстанциям, оформляя разрешительные документы. В Энгельсе открылся центр, в котором обещают избавить иностранцев от бюрократических проволочек. Подробнее в материале Юлии Шишкиной. Красную ленточку перерезают глава Энгельской администрации и начальник регионального ОФМС. В промзоне Энгельса рядом с заводом металлоконструкции торжественно открывают миграционный центр. Здесь обещают самый радушный прием всем иностранцам, которые приехали в регион работать. На самом деле такой центр необходим. Согласно миграционной политике до 2025 года регионы должны именно такие условия создать для того миграционного потока, который идет по территории Российской Федерации, в том числе в отдельно взятых регионах. На территории Саратовской области сейчас на миграционном учете состоят более 60 тысяч иностранцев. Из них 15 тысяч приехали с целью трудоустройства. Оформлять патент на работу все придут сюда. Работу миграционного центра хотят построить по принципу одного окна. Разрешительные документы оформят в одном месте. Сотрудников ОМС сделает фотографию и снимет отпечатки пальцев. Данные сразу сохраняются на жесткий диск компьютера. Мы знаем, у нас по прошлому году возбуждено несколько уголовных дел по подделкам этих документов. Поэтому это будет исключено, потому что все документы будут в электронном виде входить в нашу базу. Данные категории граждан в руках держать документы не будут. По такому же принципу будет проводиться и медицинское обследование, объясняют губернатору. Медсправка – обязательное условие трудового патента. Эта поликлиника в миниатюре занимает целый этаж миграционного центра. Кабинеты терапевта, дерматовенеролога, нарколога, кабинет люрографии. Обследование можно сделать, заплатив более двух тысяч рублей и пройдя всех врачей в одном месте. В отдельном кабинете переводчики переведут на русский паспорт иностранца. Какой язык? С разных языков. У нас, пожалуйста, каловский, украинский, молдавский, азербайджанский, армянский. Все языки. Все языки абсолютно. Но лидируют переводы с узбекского. Подавляющее число трудовых мигрантов приезжают в наш регион из Узбекистана. А в учебном зале царит русский. Здесь дают тест на знание русского языка. Мы приглашаем вас на занятия в группах компьютерных курсов. Ухтам Турсунов слесарь. Приехал из Узбекистана в ноябре. Работает в Саратове на стройке. Зарплату около 20 тысяч рублей отправляет семье. Хочет продержаться год, поэтому оформляет патент на работу. Сейчас вот экзамен. Сказали экзамен. По какому? По русскому языку. Трудный язык. Нет, я армия служила нормально. То есть думаете сдать? Да. Я России служил. Трудовые мигранты проходят тесты на знания основ законодательства Российской Федерации, а также по русскому языку и истории России. Глубоких познаний не требуется. Конечно, мы должны знать и российский флаг, и российский герб. Мы должны знать российского президента. Мы должны знать известных исторических деятелей, наших поэтов известных или писателей. Наплыв мигрантов в регион ждут в апреле, но в ФМС уверены, что толп здесь не будет. Их должна заменить электронная очередь. Есть у центра и перспектива через год расширить перечень услуг, добавить оформление вида на жительство и документов на получение гражданства, чтобы в миграционном центре решались все вопросы, связанные с пребыванием иностранцев в регионе. Юлия Шишкина, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.